Всем привет, сегодня у нас 30 августа, вебинар у нас на тему создания себя лисинга и вывод в топ через Amazon PPC. Сегодня мои друзья расскажут о своем мероприятии и как они это все делают. Приступайте. Вика, Илья. Она актуальна, естественно, очень, да, но мы решили немножко акцент именно сегодня сделать на рекламе, на PPC. Давайте я переключу слайд. Вкратце расскажу о себе. На площадке Amazon я 2 года, на текущий момент управляю baby-брендом, а линейка там 48 товаров, как и BM, так и FBA. Понятно, что они не все активно продаваемые. Продаваемых 5-6 топовых продуктов. Продукты в основном дорогие, с стоимостью от 90 до 170 долларов. Параллельно, что еще? Мы консультируем о PL, о продавцах, как по оптимизации, так же по рекламе и по запускам товаров, рестартам и разным различным тактикам. На текущий момент в активе более 150 листингов оптимизированных. Параллельно еще запускаю бренд товар из Китая, опять же в дорогом сегменте. И параллельно еще есть опыт, выводим производителей как российских, так и не только российских, именно на рынок Амазона. То есть там идет ниша игрушки и еда. Что мы делаем? Мы создаем листинги. Листинги непосредственно нужны, в общем-то, в основном оптимизированные, продающие. Продающие, по сути, они-то всем нужны, да, но в основном, основная потребность на SEO-листингах у PL-щиков, да, это private label, те, кто работают по стратегии. Есть еще ребята-арбитражники, которые находят интересные товары, какие-то бренды, которые, в общем-то, хотят улучшить листинги, сделать свои. И, да, может быть, сделать какие-то бандлы и уже прокачивать непосредственно свой листинг. Тогда уже их начинает интересовать и SEO, и оптимизация, вот, и далее даже PPC. Есть ребята-арбитражники, которые, в общем-то, уже начинают активно и PPC. Что мы делаем? Да, мы создаем семантическое ядро. Но в последнее время в основном работаем с Helium, с Keyword Inspector, от Merchant Hot, фактически уже вообще отошли, потому что есть ряд нюансов, да, когда мы видим, например, что какой-нибудь средний частотник из трех-двух слов показывает нам Merchant частоту запросов 500-700 тысяч. Но постоянные нестыковки и очень много придуманных цифр, соответственно, от этого инструмента потихоньку мы в сторону как бы отодвинулись. На практику мы работать будем только Helium. Вот, покажу как, расскажу, сделаем платный доступ, чтобы группа могла работать месяцев, наверное, на два месяца. Что мы также будем делать? То есть мы будем собирать семантику, дальше мы будем эту семантику раскидывать по тайту, буллитам, описанию, формировать бэкэнд, будем показывать, заливать листинги. Есть, например, ребята, которые арбитражные, которые даже это им нужно, да, хотя на самом деле очень много информации в свободном доступе, но тем не менее. Покажем, как это все делается, в общем-то там ничего такого сложного не гонит. Обязательно проверяем индексацию, контролируем индексацию и дальше уже отслеживаем органический рост в трекере. Есть еще такой у нас опыт, да, мы много делаем аудитов и, соответственно, приходится после различных либо подрядчиков, либо какие-то агентства, после которых мы полностью исправляем ситуацию, да. Есть такой опыт, когда товары по три месяца, полгода плохо продаются и, соответственно, у них очень плохие позиции, бейсары там 50, 60, 100 тысяч, да. Мы делаем рестарт, рестарт очень неплохо себя показывает. Вот дальше мы опять же по пошаговке оптимизируемся, дальше мы включаем, настраиваем рекламу и уже дальше мы оптимизируем саму эту рекламу и растем в органике. И буквально вот сегодня зашел в трекинг, трекингом тоже сейчас в основном хилиумом пользуюсь. Вот ситуация на текущий момент, есть такой пример. Буквально неделю назад сделали рестарт и вот буквально сегодня я снял позицию и человек дальше у нас в группе будет заниматься именно по рекламе. То есть понятно, здесь не только разговор за оптимизацию, здесь, естественно, очень огромную роль играют фотографии, да, то есть фото-контент, естественно. Также здесь играет роль выкупа, то есть человек не сидит, он не ждет, когда все у нас тут поднимется и товар начнет сам собой продаваться. Он активно занимается там отзывами, с которыми мы все знаем, полная сейчас опа, да, и действительно очень тяжело его Денис там услуги предлагает по тому, чтобы как бы быстрее стартануть. То есть вот человек как бы занимается, также занимается выкупами, да, то есть организует, чтобы у него хотя бы там хоть как-то сделать это, показать целостные лосики, да, вот такую скорость продаж на начальном этапе, на этапе буста. Ну, естественно, здесь включена уже реклама. Дальше уже он будет ее настраивать. Процесс такой небыстрый, не меньше там двух месяцев. Сначала это очень много времени на это уходит, потом поменьше, поменьше, поменьше. Вот дальше уже Вика нам расскажет непосредственно по рекламе. Вика. Алло, да, да, я здесь. Всем привет, как меня слышно? Отлично. Хорошо. Хорошо, спасибо. Я рада всех приветствовать, присутствующих на нашем сегодня лайве. Благодарю. И первый слайд я расскажу немножко о себе. Мне 39 лет, я предприниматель с 22 лет. Илья тут уже решила сразу к рекламе перейти. Да нет, это у меня кнопочка. С 22 лет я предпринимателю, много лет отработали сети магазинов оффлайн. Плюс с 2005 года у нас не будет. Мы там уже реклама, 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 и он работает до сих пор. С 2014 года... Сейчас я сажусь. Микрофон реклама. Так, вот тогда у кого-то включен микрофон. Я сейчас, короче, всех замучу. Вика, включить микрофон сама там. Смотри. Так проще. Все, так проще. Так, теперь могу, да? Все. Значит, у нас с 2005 года бизнес, который остался в услугах оффлайн, он до сих пор существует, и все хорошо. С продажами оффлайн стала... Ситуация изменилась, на которую мы не могли повлиять. И после многолетнего опыта пришлось нам оффлайн эту нишу закрыть. И вот так я узнала об Амазон, потому что меня всегда интересовали продажи. И начала его с 2015 года познавать. В 2016 году я запустила свой продукт. Он был достаточно успешен. И полтора года я им успешно очень торговала, если сказать просто. Но бизнес стал разрастаться очень и очень быстро и сильно. И надо было принять решение. Либо идти дальше, именно делать большой бизнес. А я не хотела большой бизнес уже. Я хотела как раз такое что-то типа хобби. И поэтому пришлось отказаться даже от многих предложений интересных. И все-таки перестать продавать товар. Но опыт очень хороший и успешный. Значит, пока мы полтора года своим товаром занимались за это время, мы очень сильно успели углубиться в рекламу, в настройку и оптимизацию рекламных кампаний на Амазон. И так как от Амазона я отказываться не хотела, потому что, вы знаете, наши группы, да, мы здесь очень уже такие единомышленники все. Мне очень нравится это сообщество. Оно так получилось, что я начала настраивать рекламу, сначала помогать каким-то своим друзьям, там еще что-то. И потом это вылилось уже в услугу. Мы начали настраивать рекламу, концертировать продавцов. И каким-то образом это все вылилось уже потом в личный коучинг. Также я веду товар, веду рекламу у производителей. И работали мы в разных нишах, как вы видите на слайде. И перейдем непосредственно к задачам рекламы Paperclip. Значит, часто люди не понимают, что у нас есть разные задачи и разные цели у рекламы. И сейчас мы рассмотрим наиболее часто встречающиеся ситуации, в которых может помочь настройка и правильная оптимизация рекламы на Амазон. То есть в каких ситуациях она нам помогает. Рассмотрим первую ситуацию. Ситуация первая. То есть столкнулись с неожиданной такой, это редкий случай, скажу сразу, ошибки при сборе семантики. То есть этот продавец, тут это производитель. И, значит, листингу этому больше года. И этим листингом занимался, ну, как бы нанятый человек. Потом они поняли, что нанятый человек вообще ничего не делает. Решили сами заниматься. И вот в мае этого года они обратились к нам сначала за сбором семантики. Обучились, все хорошо. Очень хорошо сделали листинг. Все, в принципе, окей. И все устраивало, все, ошибок достаточно не было. И потом, значит, когда уже начали мы настраивать рекламу, это работа студента, это не моя работа, это студент обучается. Значит, я вижу, в июле мы начинаем работать по нашей стратегии. И мы видим здесь, да, когда мы проработали, до этого вообще нули у нас были здесь. Потом тут начинается какое-то движение, но очень слабое. И можно следующий слайд. То есть мы когда в июле поработали три недели, там ситуация практически не изменилась. Я понимаю, что это уже так не должно быть. Потому что когда три недели ты работаешь по нашей стратегии, по нашему алгоритму, у нас уже есть результаты всегда. Это сто процентов. И мы начали смотреть, так как я не смотрела у этого человека, я вообще не занимаюсь семантикой. Человек собрал, все, все хорошо. Пришел, сказал, у меня тут все окей. Мы смотрим. И мы нашли. Я говорю, давай посмотрим что-то, что-то тут у нас не так. Мы начали смотреть, и обнаружилась такая ошибка, которую поначалу можно и не заметить. То есть, например, мы продаем футболку, а листинг у нас заточен под футболку пола. И вот это вот слово, вроде бы тоже же футболка, да? И вот здесь была такая ошибка. Это был тот же самый товар, но чуть-чуть другой. Прям буквально разница была в детали. И вот эту, пока мы ошибку не исправили, мы ее увидели и заменили это слово, только это слово в листинге, и сделали туда слово, поставили, которое наше. И вот мы видим сразу, мы это сделали в начале июля, и мы сразу видим с вами, то есть если на прошлом слайде у нас так были, там 0, 2, иногда 4, здесь мы видим сразу повышение продаж, причем я вам скажу, эта ниша, она очень-очень узкая, очень-очень маленькая. Тут даже топа продает 15-20 штучек в день. Это очень узкая ниша. И мы видим, что сразу у нас, ну, очень хороший результат. То есть вот такие бывают ошибки, которые надо искать. И вот здесь мы не использовали больше ничего, кроме настройки оптимизации рекламы. Ни внешнего трафика, ни каких-то купонов, то есть вообще ничего. Так, можно идти дальше. Так, ситуация вторая, наиболее, я бы сказала, часто встречающаяся. Это разночать продажи на старом листинге, как я его назвала, и рассмотрим вот такой пример. Листинг в год, открыт листинг 31 октября 2016 года, и мы видим с вами на слайде 31 октября 2017 года, и мы видим, что за год продавец не смог. Как вы видите, сессий практически нет, продаж, соответственно, тоже. Продавец к нам обратился примерно в конце декабря. Можно следующий слайд. В конце декабря мы начинаем применять стратегию по нашему алгоритму, и, как видим, через два месяца мы выходим на достаточно хорошие продажи, причем эта ниша достаточно сложная. Мы там еще дальше рассмотрим слайд с ценой клика в этой нише, и эта ниша достаточно конкурентная. Мы видим, что у нас за два месяца достаточно хорошие результаты. Это один товар всего лишь здесь до сих пор продавец еще не сделал себе линейку, работает над этим. То есть для одного товара это высококонкурентная ниша, это очень хороший результат. Здесь тоже применялась только стратегия. То есть я специально подобрала варианты, где применялась только PPC и оптимизация. По нашему алгоритму больше ничего. Ситуация третья. Это у нас меньше встречающаяся ситуация, но тоже достаточно частая. Когда мы стартуем? И помимо, допустим, раздач, вот здесь конкретно, кроме раздач, причем вот я выделила дни раздач, вы видите их выделены справа, где мы видим конверсию, да? Вот тут у нас дни раздач. Раздач было не так много и не так долго. И третьего. Тут листинг создан у нас 23 июля. 25 июля включили автомат плюс раздачки. И здесь, причем еще допущен такой, продавцы сразу, новички, зашли с двух сетов. Это осложняется очень сразу в рекламе. Это осложняется очень, потому что непонятно, какой товар из двух сетов, как нас будет автомат показывать, по какому товару. Какой товар из сетов, вернее, какой товар в сете, один из двух станет тяговым, а какой не будет, на что лучше обратить внимание. То есть, когда новичок заходит еще и с сетами, это в разы тяжелее. Плюс здесь осложняется все высокой ценой клика. По-моему, там тоже у нас будет слайд с этой ценой за клик, а может быть и нет. Цена за клик здесь около 2 долларов. Это очень тяжело, потому что цена за клик 2 доллара, цена товара примерно 19 долларов, и это старт. Понятно, что здесь... Но тем не менее, тем не менее, окосы мы вот за это время вытянули практически вновь, что удивительно для меня. Обычно за это время окосы вновь еще не вытягиваются, потому что мы идем на раскачку. Можно рассмотреть четвертую ситуацию, при которой еще помогает правильная оптимизация. То есть это ситуация, когда уже работал около... Около года работал листинг, человек работал очень хорошо, здесь три товара, один товар был тяговым, но это не сеты, это просто три товара, которые дополняют друг друга. Линеечка. Значит, продавец обратился к нам, у него уже было полгода статистики, то есть он включил рекламу и ее не оптимизировал, и полгода статистики было. Поэтому, конечно, здесь, когда у вас есть статистика, вы можете очень, ну не очень быстро, но гораздо быстрее оптимизировать рекламу, когда у вас есть статистика за плечами, нежели когда вы с нуля начинаете, потому что с нуля мы должны только набрать еще эту статистику. Поэтому здесь два месяца поработав, мы видим здесь и так, какой неплохой оборот у человека, и мы видим, что за два месяца работы по нашей стратегии человек увеличил себе оборот, соответственно, прибыль, там все тоже хорошо было, реклама занимала уже 7% от продаж. Вот таким способом здесь тоже, используя только BPC. Почему так получается? Потому что когда есть статистика, и мы начинаем ее оптимизировать, мы выключаем слова, которые нам продают плохо, а больше бюджет удается словам, которые продают нам хорошо, запросам, ключам, как хотите называйте. Поэтому по тем запросам, по которым мы продаемся хорошо, мы начинаем ранжироваться еще выше, а по тем ключам, по которым мы продаемся плохо, мы начинаем спускаться потихонечку, потому что мы перестаем поддерживать их рекламу. Поэтому, соответственно, мы получаем больше хороших органических сессий по тем запросам, по которым мы хорошо продаемся. Соответственно, мы видим вот такой результат через два месяца и теперь поговорим вот здесь как бы я собрала то есть я вам подобрала разные ситуации которых там были мои работы моих студентов на самом деле это неважно я работаю веду кого-то или это студент я знаю каждый ключик практически каждый запрос особенно в первый месяц работы и когда я вду личный коучинг я то же самое что я веду и сама только я обучаю и продавец делает все под каждым шажочком под присмотром и поэтому я тоже то есть это неважно студенческая это работа или это моя работа они у нас одинаковые получаются и поэтому показала я вам на предыдущих слайдах какие бывают ситуации разные и в этих во всех ситуациях нам помогает правильная оптимизация amazon на самом деле ситуации конечно там может быть больше это это на более наиболее часто встречающийся и вот здесь в этот лайф я решила включить немножечко совсем чуть-чуть информации об окос потому что я понимаю что эта тема она хромает а у всех часто в группах мы видим а какой у тебя окос а какой там окос вот через два месяца у меня какой окос будет понимаете чтобы окос это как средняя температура по больнице он совершенно не говорит если у одного человека он 15 процентов а у другого 50 это вообще не говорит о том что у того у кого 50 все гораздо хуже чем у того у которого 15 может быть как раз таки наоборот поэтому чуть-чуть сегодня поговорим об окос возможно для кого-то эта информация не новая но для большинства которых нам приходит я вижу что они не понимают вообще этот показателя хвост почему он должен быть хорошим у одних при 15 у других при 40 и вообще как так получается и не рассмотрим сегодня только один из окосов рекламные у нас есть там еще маленечко другое но сегодня рассмотрим рекламный окос значит что это такое вообще максимально допустимый рекламный окос это уровень когда затраты на получение заказа не превышает сумму наценки на товар то есть получили вы продажу через рекламу и вы на рекламу потратили не больше чем наценка на этот товар то есть реклама получается как бы в ноль этот продай это продажа сама себя купил вот это называется на допустимый окос измеряется он в процент рассчитать элементарно легко можно по формуле и рассчитывается рекламный окос для каждого товара в отдельности естественно и вы видите формулу на экране цена продажи минус себестоимость и делим на цену продажи в себестоимость надо включить все расходы кроме рекламы то есть это фи доставка расходы на производство или какие то еще расходы какие у вас есть кроме рекламы например вот сегодня пример разбирали как раз со студенткой вот я его сюда вписала 21 и 3 цена товара продажи на амазоне минус 8 с половиной это себестоимость плюс доставка минус 609 это все фи амазона там пик инфакты плюс фи плюс такс и делим опять на цену товара мы получаем 32 процента что такое 32 процента то есть когда мы настраиваем оптимизируем рекламу чтобы нам быстро ориентироваться так уж он должен нужен для того чтобы просто быстро сориентироваться на какому берегу вот когда мы дойдем до 32 процентов а значит реклама сама себя начала окупать если у нас окос выше значит пока еще мы маленечко с органических продаж докладываем в рекламу потому что мы продвигаемся если окос у нас уже ниже чем 32 процента то значит у нас реклама уже сама себя покупает и даже продажи с рекламы идут с плюс вот и все для чего нужен конкретно этот показатель если сказать в такой форме следующий слайд и посмотрим что влияет на показателя коз влияет конверсия цена за клик вашей нише и разница между себестоимостью ценой продажи товара почему конверсию выделила красным это больная прибыльная тема большей части продавцов которые обращаются к нам поначалу говоря что у них все плохо понимаете над коммерцией работать непросто это и фото и цена и миша может ослабеть пока мы там что-то везли и привезли мы самолетом они морем у нас все это увеличивается поэтому и промоушен кто-то не хочет делать то есть если там версия низкая вам будет очень и очень тяжело не только в рекламе а в целом продвигаться на амазон это будет дорого тяжело и долго гораздо проще сначала выровнять показатель конверсии в разных нишах разный а потом уже и идти продвижение дальше очень сильно влияет цена за клик вашей нише и разница между себестоимостью уже говорила да и ценой продажи следующий слайд рассмотрим несколько ситуаций потому что их множество на самом деле выделила проблему самую первую потому что она очень часто встречается низкая конверсия вот посмотрите я выделила здесь три товара эта реклама работает месяц товар как бы находится в запуске и когда люди обратились я сразу стала у вас будет очень плохая конверсия у вас очень плохой фотоконтент его надо переделывать его надо улучшать вы знаете некоторые продавцы готовы это сразу делать некоторые нет поэтому если человек не готов это сразу делать а хочет все равно продвигаться это его право поэтому вот здесь на слайде я вам показываю и выделила да здесь у нас мануал и автомат настроены на каждую товар и вы видите что там где конверсия 3 процента посмотрите какие окосы и лучше их там практически невозможно сделать потому что мы еще пытаемся продвигать товар там где 5 процентов уже лучше хотя делаем и одни и те же действия совершенно и там где 8 процентов мы уже за месяц дошли в принципе до хорошей конверсии у них 38 конверсия в ноль поэтому мы видим что здесь уже в этой цене мы уже практически конверсию за месяц вытянули окосы за месяц вытянули в ноль и здесь если разделить конечно клики на ордера здесь будет повыше конверсия потому что здесь только рекламную мы видим и плюс мы видим весь месяц а потому что в конце месяца мне пришлось уже более агрессивно здесь понастраивать чтобы и как-то вытянуть хоть что-то. Но я сказала, что здесь больше, лучше здесь ничего не сделаешь, потому что конверсия очень и очень слабая. Если у вас такая ситуация, если у вас низкая конверсия, низкая конверсия допустима в некоторых нишах, это дорогие товары, там конверсия пониже, это одежда, аксессуары, бижутерия, бижутерия там маленько другой, там у нас не реклама, и где-то еще у нас бывает низкая конверсия. Ну, то есть бывают ниши, где низкая конверсия. Здесь я в этой нише, в которой у нас вот этот человек зашел, я в ней работала несколько раз. Там 10% это конверсия у всех минимум, кто хоть чуть-чуть поработал над фотографиями. В этой нише конверсия от 10. Вот, поэтому если у вас такая проблема, лучше сначала поработайте над листингом, над фотографиями. Это недолго, это несложно. А потом запускайтесь, иначе вам будет тяжело. Следующая проблема, она часто встречается, и она, конечно, интересная. Здесь, вот здесь, там еще немножечко у нас все это, недорогой ценой за клик, маленькая еще, да, выезжала здесь. Конверсия у этого продавца хорошая. Но, как мы видим, я выделила вам цену за клик. На самом деле, это еще не самые дорогие цены за клик в нишах, бывают дороже. Цена товара здесь, как вы видите, 22,88. Цена за клик в среднем, вы сами видите ее, 2,5 доллара практически. И вот смотрите, я выделила один клик и одна продажа. То есть идеальный вариант, идеальнее все не бывает, только если один клик, 5 ордеров сразу. То есть идеальный вариант. И конверсия, окос 11%. Понимаете? То есть в этой ситуации, и вот внизу выделила 10 кликов, одна продажа, видите, окос 111. Хотя примерно мы понимаем, что 10 кликов, одна продажа, это нормально, это 10% конверсии, это в принципе окей. Здесь у них конверсия примерно на 30%. Поэтому, следующий слайд. Поэтому здесь мы, когда долго работаем, несколько месяцев, мы все равно вытягиваем, мы все равно эти окосы в ноль вытягиваем, ну практически всегда, кроме там бывает ниша бьюти, там бывают цены за клик, зашкаливают за 5 долларов, там, конечно, всегда будет окосик чуть повыше. Ну, опять же, не во всех товарах, но бывает такое. Бывает. То есть здесь мы все равно все делаем для того, чтобы вытянуть. Используем тут разные хитронастроенные компании, тут еще что-то. То есть когда мы несколько месяцев оптимизируемся, мы все равно это вытянем. Но первые 2-3 месяца здесь не будет хорошего, красивого окоса, и здесь никогда не будет окосов 15%. Его просто здесь не будет, потому что у нас очень дорогой клик, и цена товара у нас тут, например, там, ну не 100 долларов. Дальше. Есть такая часто тоже встречающая ситуация. Клик недорогой. Как видим, мы здесь, да, 0,42 у нас в среднем. Но и цена товара недорогая. Здесь, на самом деле, цена товара около 10 долларов, но часто покупают несколько единиц. Поэтому, если разделить в среднем, здесь у нас получится где-то 13 долларов. Но на самом деле товар стоит 10. Понимаете? 10. Такая у нас запас по моржи, у нас очень-очень небольшой. Здесь спасает только то, что у нас низкая цена за клик. Поэтому здесь, и человек здесь находится уже на этапе оптимизации расходов. То есть у него по органике уже продается там где-то 50-60 примерно штук в день. И с рекламой у него продается, по-моему, штук 16. То есть здесь мы уже именно рекламу оптимизировали. И поэтому мы здесь смогли уже такие окосы. Нам уже не надо сильно поддерживать органику. Поэтому мы достигли здесь такого окос. У него, причем, окос в ноль был 24 просчитан. И здесь получается, что реклама уже работает в плюс, а органика давно идет в плюс. И можно посмотреть следующий слайд. К чему я это все вела? Вы должны четко понимать свою задачу и на каком этапе вы находитесь. Первое. Вы запускаете товар. Второе. Либо вы максимизацию продаж с помощью реписы делаете. Третье. Либо вы выводите рекламу уже на самоокупаемость, это только третий этап. Либо четвертый этап – это вывод продаж с рекламы в прибыль. От этого действительно зависит стратегия оптимизации, потому что в разных случаях она у нас отличается. И ваш окос. Поэтому, подытожу про окос. Как так часто очень в группах вы видите, кто-то хвалится какими-то скринами, у которого там окос 15%. Или кто-то пишет, что у меня тут 40% и ему пишут, ой, у тебя все плохо. Показатель окос, я сейчас вам это показала, он совершенно не показывает ситуацию с продажами. И если мы на старте, у нас окос будет выше, чем наш, который для нас хороший. Плюс хороший окос для всех разный. В-третьих, бывает такие везения, когда цена за клик в нише вообще недорогая, а товар стоит, например, 30 долларов. Понимаете, там со старта у человека окос будет хороший. У него 0,40 клики, цена 30 долларов в продаже. То есть у него запас по маржи очень хороший. У него уже на втором и третьем этапе уже реклама сама по себе в ноль и в плюс выходит. А есть ситуация, которую я вам показала, где цена за клик у нас 2,5, и цена товара около 20. Там никогда не будет. И для них хороший окос в ноль, это 38. И они счастливы, но первые несколько месяцев он у них будет 60. Потому что мы должны, понимаете, когда мы запускаем товар, либо продажи увеличиваем с помощью рекламы, у нас большая часть пойдет продаж с рекламы. И, естественно, окос у нас будет повыше, чем наш, который в ноль. Но когда нас кликают, 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 продаемся, 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 мы поднимаемся в органике. И у нас идет рост органических сессий и органических продаж. Доля продаж с рекламой снижается и окос выравнивается. То есть, а потом мы и сами уже можем маленечко ее оптимизировать, снижать, но на четвертом этапе. Поэтому, если вы сейчас где-то встретите, а какой у вас окос, лучше покажите свою динамику, какие у вас продажи. И скажите, что я сейчас нахожусь на таком-то, на таком-то этапе, и мой окос в ноль, например, или немножко еще в минус, но я иду к тому, чтобы вывести его в ноль, или уже в плюс, и меня мои продажи устраивают, чтобы понимать, ну, как сказать, чтобы как-то аргументировать человека, потому что окос, еще раз повторюсь, это как средняя температура по больнице. Он ничего не говорит человеку, который понимает, что такое этот показатель. Ну, у меня, в принципе, все. Могу еще сказать, что на практикуме, конечно, мы будем разбирать и окос, и как к нему идти. И по нашему алгоритму мы приходим к нашему хорошему, красивому окос, прекрасному, кто к какому хочет. И это все достаточно сделать несложно. То есть работая по алгоритму, который мы даем пошагово, в какой день недели, что мы делаем конкретно, в какой ситуации, что мы делаем конкретно. Запрос продает плохо, у нас расписано все. Что мы делаем, какие у нас варианты. Запрос продает хорошо, у нас опять расписано, что мы делаем, какие у нас варианты. И так по каждому-каждому-каждому шагу и по семантике, и по описи. То есть студенты, которые у нас прошли обучение, они на последних занятиях очень благодарны и говорят, вы знаете, мы вообще никогда бы не подумали, что это всё вот так работает. И оно работает, и оно работает у всех. Да, добавлю, что приходите, будем от себя максимально выкладываться, плотно работать и над сбором семантики, и над созданием листинга, и дальше будем его двигать по рекламе. Вика будет всё это дело показывать. Максимально будем ребят поддерживать, рассказывать, показывать, давать домашние задания, проверять. Вот, и предложение, да, то, что если бронируете сегодня-завтра место, там есть Google Форма, то, соответственно, мы фиксируем цену. Так что на текущий момент есть, плюс ещё скидка будет для группы Project Amazon. Вот, примечание, укажите ProSeller. В YouTube я тоже комментариях, ссылку скину. Ага, хорошо. На Google таблицу я имею, да, Google Форма. Да, и начинаем уже вот на следующей неделе, во вторник. Так, поехали вопросы, я думаю. Начну я сам. Ты тогда, это самое, Илюх, смотри, там читай в чате, есть вопрос, нет. Кто хочет голосом, снизу, слева микрофон. По очереди, без проблем, задаем вопросы. Мой вопрос первый. Headline Search, как у вас опыт такой есть? Headline Search я тестировал. Вот, достаточно интересная штука. На мой взгляд, вот, по моей, по моей нише, да, и вообще вот то, что я пробовал, у меня впечатление больше, что это как имиджевая тема, да. Я не смог там добиться какого-то суперпоказателя по тому же опосу, да. У меня, как мне кажется, другой эффект работал. Ну, во-первых, я хедлайнов сделал сразу несколько. Я их затачивал под определенные кластеры, да. То есть, соответственно, грубо говоря, вот есть кластер ключей. Ну, какой пример привести, там, я не знаю, Sport Bottle, да, там, какая-то спортивная бутылка, и вот все, что связано, Sport Bottle for Men, Sport Bottle for Women, какая-нибудь Cute Sport Bottle, либо еще какая-нибудь. Вот я брал там до 10 ключевых запросов, вот, и делал баннерку, делал красивые, ну, понятно, да, что я выбирал три товара разных, но и делал тяговый товар, то есть картинку не логотип компании своей, а делал картинку непосредственно одного из самых таких вот у меня хорошо продаваемых товаров. И в чем еще фишка, что я делал? Я фразу подбирал из органических отзывов клиентов, то есть я именно брал американские коротенькие интересные фразы, например, там, It's a Miracle Product, да, либо еще что-то, и тестировал, вставлял ее в баннерку, в хедлайн, вот, и неплохо, на самом деле нормально работало там, но сказать, что я там добился там мега каких-то, то есть там, скорее всего, эффект был больше у меня от переходов потом в мой storefront, то есть люди видят, им постоянно, это как, знаете, как мы едем по трассе, нам один баннер, вам потом дублирующий второй баннер, потом дублирующий третий баннер, да, у нас где-то это фиксируется, информация, и потом мы получаем там клик, там, лид и еще что-то. Да, вот тут примерно такой эффект был. Понятно. Но она не дешевая, сказать, что она вот… Ну вот у меня опыт могу сказать, хедлайн-серч, если кто не знает, это вот то, что баннер сверху, там одна фотография, грубо говоря, главная, и три потом последующих, ну или бренд вы там пишете. Я текст писал обычный, исключиваю фраз, ну так, с решением проблемы, так скажем. У меня на трех аккаунтах он стоит, на одном аккаунте у меня три товара, я пытался их три разных хедлайна зафигачить, чтобы главные разные были мои товары, мне не дали, то есть мне только дали один вариант с одним главным товаром, на другом у меня все в вариациях, мне тоже не дали, чтобы так сделать, на третьем дали все что угодно, короче, тоже непонятно. В принципе, по окосу могу сказать, что, ну, во-первых, у меня стоимость биды раза в три меньше, чем на обычной рекламе, то есть я, в принципе, вообще забиваю, тупо оставляю все, что меньше доллара, то есть у меня в основном это 40 центов, 40, 60, 70, то есть вот такие вот, так на товарах у меня там до полутора долларов, это нормально, то есть в три раза у меня стоимость забит, ну, где-то, ну, если так вот, в среднем, два-два с половиной раза бид дешевле, соответственно, я себе могу позволить больше кликов, ну, так компания работает, как и обычная другая компания, на тех же примерно окосах, чуть-чуть, может быть, поменьше, с продажами примерно такими же, как и обычно, то есть ничего такого я пока плохого не испытал, аккаунтов у меня много, но на трех аккаунтах просто у меня есть достаточное количество товаров, которые могу воткнуть, хотя хедлайн можно воткнуть из других аккаунтов, ну, то я запутаюсь с стоимостью рекламы, ну, то есть куда деньги, вот с какого аккаунта платить. Вот, второй вопрос, более, ну, это как бы чуть-чуть в сторону, второй вопрос, более важный, мы все знаем, что данные по конверсии мы можем видеть в одном месте и там показывать не на каждый товар, то есть, предположим, у меня 4-5 товаров, допускай хоть два, как можно определить конверсию, то есть вот Вика классно все это обрисовала, вот это вот просто у меня как бы, то есть ты мне, знаешь, как вот у меня бывает, вот это мы в Москве проводили как раз по этой PPC, мне как раз сформулировали правильно работающая реклама, то есть у меня она все время крутилась на языке, но я никак сформулировать не мог, вот она меня сформулировала, вот сейчас у меня как раз по конверсии ты меня как-то направила, я задумался, я это понимал, но вот как раз сформулировал мне законченное, но у меня возникает вопрос, у меня 3 товара, ну, я уж молчу, 10 товаров, ну, то есть каша, все, все, как я могу проанализировать, на что конверсия влияет? Ну, смотрите, если не использовать никакие там, какие-то, может быть, сторонние инструменты, я таких не знаю. Заходим просто в Reports, в Business Reports, переходим слева во вкладку By Asin, вернее, слева в поле с вкладками, находим By Asin и переходим в первое, если нет вариации у нас, то переходим в By Asin и там первое Sales and Traffic. Ссылку скинешь тогда, хорошо? На Solar Central, вот на эту, просто. Скинь, пожалуйста, чтобы мы сейчас, потому что ты сейчас показывать кабинет не будешь. А мне показать Sales and Traffic показать? Мне, можешь его не показывать, ты просто ссылку с этого места, у нас у каждого свой откроется. Хорошо, хорошо. То есть ссылки будут достаточны. Хорошо, и тогда я закончу и сделаю. Да, конечно. Смотрите, да, заходим, Reports, Business Reports, By Asin, и первое, если у нас нет вариации верхняя, если есть вариация, то второй блок, значит, там мы видим, там открывается у нас всегда за месяц, открываются у нас все данные по каждому товару, в том числе и конверсия. В первой колонке у нас есть органические. Мы смотрели по 13 товарам. Вика, меняется мы. В принципе, продавец достаточно быстро рассчитал. Взяли органические сессии, записали и записали количество продаж. Потом мы идем в рекламу, забиваем в Campaign Manager, где наши все рекламы, забиваем с 15 по 30 августа ссылку, ой, дату, и смотрим, сколько у нас было еще рекламных кликов в этот период по каждому товару. И тогда органические наши сессии, прибавляем наши рекламные клики и продажи делим на это число и получаем настоящий наш процент конверсии. То есть то, что мы заходим в Sales and Traffic или просто туда, куда я сейчас сказала, Боясян, да, в разных товарах, и видим процент конверсии, на самом деле надо понимать, что органические сессии там учитываются, только органические, без рекламных кликов, а продажи учитываются все, и органические, и рекламные. Поэтому конверсия там всегда у нас завышена, ее надо высчитывать. Также можно, если у вас один товар, можно просто зайти в Sales and Traffic и посмотреть, там будет проще. Если несколько товаров, то только там. Ну можно еще в прайсинг зайти, там тоже конверсия. Ну можно в прайсинг посмотреть, конечно, но если опять же, кому как. То есть я в прайсинге, честно, не очень люблю смотреть, потому что там вот, мне как-то там меньше, во-первых. Информативно? Мне там меньше, да. Во-вторых, я, когда сама настраиваю рекламу кому-то, я беру себе два доступа всего лишь. Компейн менеджер и крипотсам. Крипотсам и адвертайзинг-крипотсам. Все, мне остальные, я все вижу вот в этих отчетах. Конверсию, все могу просчитать, все рекламы, настройки, все я могу там делать. То есть я остальные доступы, вот все, что у нас там есть, инвентарь, прайсинг пошел, все, все, все. Я вообще не беру эти доступы. У меня всего два доступа. Компейн менеджер и отчет. Понятно. И для этого достаточно. Какие примеры улучшения конверсии на ровном месте с минимальными затратами ты видишь? Ну, понятно, что фотографии, но может какие-то частные случаи. Ну, ты знаешь, часто очень хорошо для раскачки многие этого сначала почему-то не понимают. Часто встречается такая, как бы, ну это может быть не ошибка, это может быть до конца стратегию не прописали. Я всегда предпочитаю заходить с чуть более низкой ценой, нежели у топов там, или в среднем по нише. То есть я часто вижу такое приходит, у нас тут конверсия совсем плохая, отзывов ноль, мы тут новички, все что-то тут совсем все плохо. Я говорю, какая у вас средняя цена понише? Вы вот где находитесь? Ну, например, как вот у топов поставили, я говорю, ну здравствуйте, приехали. У топов 1800 отзывов не стертых до сих пор, у вас ноль не набранных вообще еще ни разу. Вы никому не известны, нету ни статистики, ничего. Поставьте ниже цену, это однозначно вам улучшит конверсию, это самый простой способ. Две недели вы закрепитесь, у вас все равно пойдут продажи. То есть вы снижаете цену, у вас все равно пойдут продажи. Две недели закрепились, поднимайте цену по чуть-чуть. Поднимаете и ищите цены, при которой вы нормально продаетесь. Еще две недели закрепились, дальше повышайте. И вот так постепенно это самое простое улучшение. Плюс промоушен, я всегда говорю, используйте по максимуму промоушены. Это вам так кажется, что они не повышают конверсию. Промоушен от двух от трех штук скидка очень хорошо там повышает конверсию и заметила что конверсию повышают купоны которые с недавнего времени используют amazon причем улучшает как сетя на наши объявления так и версию улучшает а пользуется этими купонами меньше половины людей меньше половины покупателей поэтому и причем за купон мы платим только тогда уже с купоном есть своя проблема если ты постоянно меняешь цену купон соответственно отваливается особенно если у тебя не стали а то есть первое сначала если у вас а если у вас цена низкая ниже чем у всех и ну логично я согласен конечно конверсия всей ниши по узнавать как и что есть ниши где слабоватая конечно конверсия и это считается нормальным то есть она у них это нормально для других например нищета слабоватая поэтому в основном конечно часто еще знаете если не менять фотографии и они в целом неплохие то часто улучшают конверсию смена очередности фотографий и это мы тестируем то есть я подсказываю человеку как протестировать очередность и даже смена второй фотографии и третьей местами то есть стояла на третьей фотографии поставили на вторую поставили на третью она дает улучшение конверсии на несколько процентов. Такое прямо часто встречается, потому что первая фотография, вторая, она должна цепануть вторая фотография. А часто у нас на вторую фотографию ставят либо прототип первой, либо, ну, в общем, немножко неправильно. То есть это самые простые способы, если ничего, допустим, не делать новую фотосессию. Понятно. Ну, у тебя как распределяется фотография? Первая – это основная, потом действие, или как-то себе вот именно. Как я распределяю? Первая основная, естественно. Вторая фотография – я изучаю отзывы плохие у конкурентов. 100, 200, 300 штук. Я ищу боль покупателя, на которую чаще всего жалуются. Если, например, это, образно скажу, там, да, пиццакаты, чаще всего жалоба будет на то, что он не режет толстую пиццу. И если мы на второй фотографии закрываем самую большую боль покупателя и показываем как-то красивой инфографикой, что наш пиццакаты режет классно толстую американскую пиццу, все, он лиснет, по крайней мере, уже до третьей фотографии. На третьей фотографии я стараюсь либо, ну, уже, конечно, если еще какая-то боль… Ну, инфографику, наверное, уже заливаешь. Не совместишь со второй, то еще закрыть, либо уже показываем товар там как-то в действии. И четвертая фотография – это я стараюсь уже туда, конечно… То есть обычно не в действии, обычно уже третья фотография идет, ну, как товар в разобранном виде, либо… Ну, инфографика, я говорю. И четвертую фотографию я стараюсь уже какую-то эмоцию чуть-чуть туда впихнуть, какую-то эмоцию. Все, тогда вот человек обычно зацепляется, а вот у нас, потому что примерно три секунды есть, чтобы его зацепить. И вот первая, вторая, третья, все, если вот у нас раз и четвертая эмоция, все, и дальше он обычно листает. Вот поэтому смена очередности фотографий. И еще заметила, что многие продавцы не ставят товар близко, не ставят товар. То есть товар где-то далеко сфотографирован. И поэтому я прошу, говорю, покажите, какие у вас еще фотографии есть от фотографа, который вам делал. И вижу, что у них есть много фотографий, где товар очень близко сфотографирован и очень красиво. Я говорю, почему вы не используете эти фотографии? Ну, как-то я вот больше показываю образно. Я говорю, не надо образно. Надо показывать товар очень близко. Вы сами себе представьте, как вы в интернете покупаете. Вы не можете товар потрогать, понюхать. Вы дайте его очень близко, как будто чтобы у человека уже было ощущение, что он его взял в руки. И у него желание, чтобы потрогать было. Сделайте вкусную фотографию. Если она есть, поставьте ее. И вот это тоже сразу поднимает конверсию. То есть очередность фотографий очень важна. Так, технический вопрос. Я очень часто не обращал внимания, но в последнее время начал обращать внимание. Я считал всегда, если у нас высокий CTR, значит у нас низкий CPC. Оказалось, на самом деле на Амазоне это не так. Что по этому поводу можешь сказать? Не всегда так. Да, ну это нелогично, согласись. Нелогично. Абсолютно. Но ты знаешь, я смотрю обычно CTR в динамике. Вот когда мы его улучшаем, 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 вот этим шагом, когда мы вычищаем запросы с плохим CTR, мы улучшаем CTR месяца через 2, примерно он уже так заметно улучшается. И месяца через 2, вот 2,5-3, если посмотреть CPC первый месяц, ну там еще, конечно, были запросы всякие, да, там мусора много, и посмотреть CPC в третий месяц, то в принципе заметно снижение CPC в сети. Я не про средний. Я конкретно тебе говорю. Я не про средний. Я тебе говорю конкретно. Вот есть запрос, у него CTR 1,5%, это у меня нормально. А CPC, например, у меня там доллар. А CTR 0,5% у меня CPC 0,6%. Я логики не могу понять. А, с разными запросами? Я тебе говорю про один запрос и про средний. Нет, с разными запросами это, конечно, это совершенно не так. Смотри, например, по одному запросу в данный момент рекламируется там, не знаю, 20 продавцов. Ты же участвуешь в аукционе каждый раз, чтобы продать тебе показ. Амазон сравнивает твой CTR, конечно, да, там с другими. Поэтому по тому запросу могут рекламироваться другие продавцы. У них могут стоять дорожек цена за клик. Поэтому, соответственно, там с низкой ценой за клик у тебя больше не мало показов. Конкуренция, то есть только конкуренция. Потому что мы каждый раз, за каждый показ мы участвуем в аукционе, конечно. Поэтому CTR здесь не влияет, а в целом CTR, снижание в среднем влияет. По каждому запросу могут быть совершенно разные. Поэтому и окос у нас на каждый запрос совершенно разный. И, в общем, от всего зависит. И если у нас высокочастотники, у них, естественно, окос будет всегда выше, потому что у них чаще всего выше средняя цена за клик. И там дороже, вообще больше конкурентов там. Поэтому мы часто высокочастотники поддерживаем чуть-чуть в минус другими какими-то случайными продажами, которые у нас окос наш выравнивают. Поэтому смотрим всегда мы, конечно, в целом. В целом по компании и в целом за неделю-месяц. Понял. Давай рассмотрим несколько ситуаций. Думаю, они будут такие достаточно стандартные. Первая ситуация у нас, предположим, и вот у меня была ситуация с ойл-диффузерами. Сами знаете, какая там ниша жесткая. Смысл один. То есть, когда мы начинаем торговать, у нас, соответственно, окос там, я не знаю, ну, 100% запросто. Вот, когда мы начинаем все это оптимизировать, у нас просто падает, ну, то есть продажи приходят в конечном итоге, там, опускаемся, 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 падаем, там, я не знаю, до 60, до 50, и продажа постепенно уходит в ноль. Потому что просто мы уже не конкурентны. Вот в таких ситуациях, то есть, вот, как это. Можно это объединить вопрос с другой ситуацией. Предположим, мы делаем рестарт. Какие действия вы советуете? Потому что, так как у нас непонятные ситуации с отзывами, вот, все остальные, понятно, у нас все есть, как бы, реклама прицеплена к СКЮ, а не к Ассину, у нас запускается старая реклама. Если она была неудачна, мы ее выкидываем и запускаем новую рекламу, основываясь на той стратегии, ну, и на той статистике, или не основываясь. Ну, такой вот комплексный вопрос. Можно его разделить на части. Ну, смотри, по первому, по первому вопросу, поэтому я и говорила, что надо понимать, на каком мы этапе, и, конечно, многим можно, тут сильно зависит от цены за клик, сильно зависит, и от цены товара, конечно, и на каком мы этапе. Если мы раскачиваем, там надо нам просто, ну, иногда терпеть высокий охоз. То есть, терпели, 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 начинаем, соответственно, то есть, протерпели свои, там, 2-3-4 недели, то есть, начинаем потихонечку оптимизировать. Терпели резко. Но скидываем то, что вообще не приносит, кроме кликов и сессии, не приносит ничего, только убытки. Соответственно, их потихонечку обрезаем. Но когда мы это обрезали, обрезаем, 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 неважно автомат это или мануал, мы, соответственно, потихонечку приходим к тому, что остались мы только с ключами, которые, например, там, имеют небольшое количество продаж и высокий охоз. Мы начинаем охоз, соответственно, потихонечку беды опускать. Ну и приходим к тому, что допустим, да, просто мы теряем продажу, то есть, нет рычагов повлиять на этот продукт никак. Вот если так, если там у нас есть еще, мы запускаем там компанию, которая ловит дешевые клики, но если она запускается, но не так активно, то здесь уже надо использовать какие-то другие варианты. То есть, если здесь совсем так все плохо, и если у нас мало в этой нише случайных продаж, как я говорю, когда один клик, одна продажа, один клик, одна продажа, два клика, одна продажа. То есть, по всякому, по всякому, по всякому, по всякому, по всяким, по всяким запросам, которые мы как ключи не используем, это часто в автомате бывает, и в мануалах тоже. И если он нас слишком много по осинам не показывает, что часто бывает при пониженной ставке в автомате, у нас начинают крутить по осинам и по мусору, у нас и после, наоборот, возрастает. Ну, то есть, если вы здесь вот совсем уже вот этот комплекс мер всех приняли, конечно, надо смотреть, какие у вас настройки, потому что от стратегии, как вы построили саму рекламную компанию, были ли у вас в одну группу типы соответствия, в разные группы типы соответствия, может быть, вы низкий CTR вытаскивали, или… Ну, то есть, надо смотреть, как вы еще саму компанию выстроили, и использовали ли вы компанию, которая ловит дешевые клики, которые тоже нам помогают вот этот вот окосяк вытягивать, и, соответственно, позволяет нам… Дешевые клики вы выдергиваете из автомата, или берете из других кусочек? Ключи? Ну, да. А, там целая стратегия, откуда мы их берем. Из автомата в том числе тоже берем, и там часто находим прям такие жемчужинки-жемчужинки. Но и не только из автомата берем, и причем из автомата их надо тоже брать правильно. Понятно. Денис, по второму вопросу, из опыта по рестартам, запихивание в те компании, которые работали, не шибко хорошо все это работает, на самом деле. Ну, то есть, негатив оттуда лучше не брать, лучше с нуля начинать работать. Да, да, вот с нуля очень даже неплохо все стартует. Вот с нуля, конечно, лучше, но вот мы сейчас тут сделали… Ой, алло. Да, да. Что-то у меня на экране. Ага. Первые две недели на уже настроенной рекламе все было хорошо, сделали рестарт, в рекламе все сломалось, опосы зашкаливают, новую запускать не хотят. Я говорю, ну оптимизируйте, исходите из того, что есть. Я всегда говорю, исходим из того, что есть. Есть в это контент плохой, не хотите улучшать, исходим из того, что есть. Посмотрите, сами потом будете улучшать. Сделали рестарт, не хотите новую компанию запускать, хотите на старых работать, он сам туда причем подтягивается этот товар, не надо там ничего даже менять. Ну, видите из того, что есть оптимизируйте. И в принципе две недели прошло, человек оптимизировал, потому что он совершенно другие ему насобирал, и мусор насобирал. То же самое, как и запуск, поэтому в принципе можно было бы сделать. То есть можно, надо исходить из ситуации, смотришь здесь, если все совсем плохо стало, но перенеси туда, только переносить минус слова надо очень аккуратно. Те, которые мы использовали именно по несоответствующему листингу совершенно, какой-то там вот или negative phrase, который мы использовали, которые мы минусовали по показателям плохим, вот их конечно переносить не стоит, если они к нам относятся, потому что тут они могут начать хорошо работать. То есть перенос вот этих вот negative слов все-таки надо очень осторожно делать, и все эти запуски-перезапуски на старой… Не, но бывает ситуация достаточно… Мы могли за это время поменять сцену 10 раз, мы могли этот контент улучшить, у нас вначале не работал этот ключ, тут сейчас начал работать, поэтому… Ну понятно, логика понятна. Я просто достаточно часто из-за того, что у нас тут происходит сейчас, делаем рестарты, и если компания нормальная, обычная, рабочая, я поначалу тоже часто менял, но потом просто перестали, так как SKU привязана к старой компании, в течение там после рестарта там 2-3 часов, как правило, PPC перезапускается на новый ASIN по большому счету. Ну на старой SKU, да, и мы в принципе… Ну на самом деле ничего, паровозом идет просто, вот многие… Я тоже так же читаю очень часто там, вот я рестарт, там у меня отзывы удалили. Ну если нормальная PPC работала, даже старые мои отзывы удалили, сделали там это небольшое количество, там накинули этих отзывов, ну совершенно небольшое количество, там в районе, там я не знаю, нескольких десяток штук, и в принципе все норм. Вот, из-за этого даже не знаю, бывает на второй, на третий день… Я никогда не рекомендую перезапуски делать вообще, то есть для меня всегда перезапуск – это крайняя мера, и в любом случае можно перезапускать не компанию, а перезапустить группы, и принести туда хорошо работающие слова, группы в районе одной компании, то есть новую компанию, это вообще для меня всегда крайняя мера – создавать новую компанию. Я предпочитаю работать в компаниях, в которых есть статистика, если она хорошая, классная. Но бывает такое, ну что-то пошло не так. Перезапустить группы внутри одной компании, тогда вы не теряете статистику самой компании. Так, у нас здесь… Ситуации, конечно, разные бывают, то есть их очень много и… Согласен, стратегий огромное количество на самом деле, потому что у всех свой опыт, и все ориентируются на свой положительный и негативный опыт. Так, вот здесь единственный один вопрос Рауль задал, через АМС можно свой листинг закрывать, чтобы увеличить конверсию, чтобы покупать, если уходит с вашего товара. Я слышал о том, что некоторые люди просто тупо прекращают рекламу, ну на палгу ставят, чтобы подтянулись продажи и увеличить, соответственно, за счет этого окос. Но вот по поводу того, что они конверсию повышают, я такого не слышал. Через АМС вы такое делаете? Через АМС можно свой листинг закрыть. Рауль, вы уточните просто, я других вопросов не вижу. Илья, есть чего-нибудь сказать по этому поводу? С АМСом нет, такого глобального опыта у нас нет. Да, у меня тоже нет аккаунтов АМС, я даже не могу ничего сказать. Я знаю, что через АМС, через хедлайн можно просто рекламировать чужие товары, это я знаю. Ну и свои товары на других аккаунтах, то есть никаких проблем особых нет. Я так не делаю, просто нет необходимости везде сделать бренд регистры на разные бренды просто и все. А, это Рауль комментировал, он просто говорит, что через АМС повышать нужно конверсию таким образом. Ну, может быть. Ну, конверсию, на самом деле, с конверсией работать это... Мы работаем на конверсию и на трафик, правильно? И если мы научимся, да, классно работать с конверсией, классно работать с трафиком, в принципе мы будем непобедимы, так скажем. Так что это предел совершенства нет. У меня есть негативный один опыт, это у меня есть товар, который становился бестселлером только за счет одной фотографии первой. Меня там много раз банили, это из той серии честной супер конкуренции у нас на Амазоне. Реально там, я не знаю, и за FDA меня банили, и за то, что это медицинские продукты. Ну, короче, за что только не банили мы вот этот листинг из Каю точнее. Вот, ну, смысл один. Раза четыре или пять я в нише, главной в этой нише становился бестселлером по этому товару. Но в какой-то определенный прекрасный момент с восьмого перезапуска я не могу даже голову поднять. При условии, что конкуренция не поменялась, цены только опустились. Ну, естественно, у меня цена от 10 до 20 долларов, то есть сейчас средний ценник там, я знаю, 13 долларов предположим. Я всегда стартую с минимальной цены, потому что я считаю, что те люди, которые давно работают, они более заслуживают продаж, чем я. Соответственно, покупателю я должен дать что-то, за счет чего должны купить меня. Вот. Ну, вот какой-то прекрасный момент. Нет вообще объективного, никакого объективного нет для меня понимания. Просто у меня косы там 100-200%. Да, может быть скликивают, я не знаю. Но я этого не могу понять. То есть я делал ставку на эту фотографию, потому что у конкурентов ничего не поменялось. Конкуренты уже 29 раз поменялись. Пришли еще более убогие, чем были. Вот. То есть еще есть ниши, где не умеют люди фотографировать. Особенно это ниши, касающиеся людей, животных и так далее. На моделях у нас люди экономят. У нас все норовят на ногу квадратную штуку одеть в виде фотошопера. Фотошопер 9-го разряда. И получается это все так убого. Потому что никто не хочет сделать нормальные фотографии с моделями. Но у меня изменилась ситуация с этим продуктом. При накручивании отзывов, без накручивания отзывов. Прекратились. То есть я так понимаю, есть классный продукт. Все мы понимаем, знаем всю статистику, все дела. Мы запускаем автомат. Запускаем PPC точнее. И наша задача попасть в топы. Искусственно. То есть можно через раздачу, можно через рекламу. Я сейчас на данный момент через рекламу говорю. То есть по идее должно зацепиться и нормально продаваться. Ну вот логически. Но в какой-то причине это не происходит. Я не могу понять. То есть может вы мне посверствуете, какая может быть вообще гипотетическая причина. Ну это конечно только надо смотреть. Понял. Потому что я пытался и на старых дрожжах работать. И на новом. И так, и сяк. Я сейчас просто на паузу кинул этот товар. Десятки тысяч остатков. Потому что бестселлер это 300 продаж в день. Ну там 200-300 продаж в день. То есть серьезно. Причем я линейку расширил. Я размеры. Короче много всего. Я просто честно могу сказать. Я не то что в смятении. Ну как-то непонятно. То есть я просто на паузе это держу. Смотрю. Наблюдаю вообще. Что происходит. Потому что я никогда не рассматриваю на то, что там весь мир против меня. Что там кто-то меня скликивает. Специально сидит там и так далее. При условии что я говорю. Это реально этот один продукт. Просто вот как раз из той серии. Когда у нас были фотографии. Мы работали спокойно. И мой фотограф просто переделал мне фотографии по плану. Я ее поставил. И стал просто там с 10 тысяч там. До тысячи упал грубо говоря. Бестселлер. Стал. И всю жизнь там на нем сидел. Пока что-то не случалось. Вот. И вот у меня такая история. Такой негативный опыт. То есть ничем не обоснован. Пока на данный момент это не решило. Ну да. Конечно надо смотреть на это внутри. Да. И обычно я когда понимаешь. Вот работает, 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 работает. Потом раз и что-то сломалось. То есть что-то пошло не так. Всегда у нас ведется журнал. В котором мы записываем все что мы делаем. Он ведется автоматически. Ну конечно вручную мы ничего давно не делаем. И я начинаю смотреть. Я понял. Допустим я делала изменения 15-го. Я делала изменения там 23-го. Я делала изменения там 31-го. Там 7-го числа. Я начинаю делать откат. Допустим до. И смотрю в журнале. Где были такие прям глобальные изменения. Начинаю смотреть с какого момента что-то пошло не так. В программе, да? Смотрю по неделям. Раз, да. Так. Здесь, здесь все окей. Здесь смотрю, здесь. И всегда находится там неделя, да. С которой все вот съехало. Вот оно съехало просто. Юх. Я смотрю какие изменения я делала. Были ли это негатив слова. Это же не только от тебя зависит. Это же и от конкурентов зависит. Мы же всегда находим в динамической системе. А бренд тот же? Его знают или нет? Да, да. Вообще все абсолютно то же самое. Абсолютно. Ага. То есть кто-то возможно там какие-то… Не знаю. Ну то есть да. Кто-то как-то… То есть такого, знаешь, что-то объективного нету. Такого простого, нормального, логического умозаключения я не могу сделать. То есть пока… Может и брендинг сделать, поменять бренд, поменять фотку и сразу там все… Да нет. Я пока просто… Да нет. У меня же торговые марки все достаточно сложные. И товарные остатки огромные. Да. Я, конечно, давно бы сделал. У меня огромные просто товарные остатки из-за этого я пока… Ну ладно, как бы… Понял. Это можно посмотреть, да. То есть все бывает. Подкатом, подкатом. Какой программой пользуешься? Подкатом, какой программой пользуешься? А. Почем, почем? Какой программой? Ну, подкатом. Когда ты смотришь статистику в Excel или в этой самой, в скопе? Нет, я смотрю все в скопе, конечно. Да, я этим инструментом люблю. Его, конечно, пытаются улучшить в последний месяц. Научали так, что частично наухучали. Маленечко он там чуть-чуть не так стал где-то работать, но продолжают улучшать. Но, тем не менее, я его очень люблю. Я без скопа, честно скажу, не представляю работы. Ну, не представляю. Ну, и в компании менеджер я смотрю. Excel я очень редко открываю, только для поиска negative phrase, и там еще в паре случаев. У Excel я практически отчета не открываю. У всех дел привычки. По поводу моего случая, там нечем съезжать. Я говорю, это каждый раз бан просто. То есть, каждый раз нечестная конкуренция, которая закрывает этот скаю и за мной переходит перезапускаться. У меня даже один раз аккаунт. У меня даже один раз аккаунт. Конечно, там другая ситуация. Да, там даже один раз у меня, то есть, вот я говорю, я раз 5-6 возвращался, но в один прекрасный момент не могу. То есть, вот не получается ничего. И мне даже аккаунт один раз забанили за то, что нам пришел нотис о том, что наш товар медицинский, какой-то там, ну, короче, это никакого отношения к тому товар, естественно, не умел. Это очередной способ забанить. Я сейчас вот это узнал. Мы уже раз, я не знаю, 6 разбанились по этой новой. Точнее, это все новое, хорошо забытое и старое. Это супер старый способ бана людей без выкупа, без ничего вообще, просто по беспределу. Я вообще в шоке просто. То есть, любого можно практически это сделать. Это кошмар какой-то. Вот пока нас вот раз наказали, два наказали, три, четыре, пять. И пока вот мы не разобрали, в чем вообще делал-то я мы. Вот, начали спокойно разбаниться. А там они это написали, дают месяц на вывоз товара. И все. Никого вообще не волнует. Просто вам дается, вам запрещается продавать, у вас там товар такой-то и месяц вам на вывоз. Привет. Никого вообще не волнует. Короче, вот такие вот вещи. Из-за этого здесь реклама никак не поможет. Статистика. Здесь, конечно, да. Здесь это другая ситуация, конечно. Так, ребята, вопросы есть. В принципе, в свое время у нас как бы по плану час. Все рассказали ребята. Ссылки все будут в Ютюбе, в Фейсбуке. Там, можете напрямую к Илье обратиться, к Вике. В мероприятии, в принципе, все будут ссылки. Там пост есть специальный. Так что, думаю, концы можете спокойно найти. Все. Да, хорошо. Денис, спасибо большое за организацию. Друзья, все, кто был сегодня с нами в нашем лайве, я благодарю вас за то, что вы были с нами. Если есть какие-то вопросы по лайву, по каким-то вашим настройкам рекламным, пишите, пишите в личке. Мы часто консультируем. И, конечно, буду рада видеть вас на практикуме. Да, в Ютюбе я ссылочку скину на эту Google форму. Конечно. Так что, контакт найдете, потому что основная масса у нас в записи, все смотрят. Всем удачи, всем пока. Спасибо, удачи. Пока. Пока.